На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Нашей лучшей молодежной командой Металлург-2 стала победителем первенства России. Первенство России Металлург-2 выиграл, по-моему, или седьмой, или восьмой ран. Солнечное письмо, забытая технология печати. Выставка под таким названием открылась в музее-заповеднике Горки Ленинских. Это тот самый альбом, вы можете обратить внимание, как он декорирован, это кожа, рисунок Васнецова, подарочные издания. В Видном состоялся первый молодежный фестиваль «Артбас». Глобальная цель – вывести молодежь, наконец-то, в офлайн. В Краснодарском крае завершилось первенство России по мотоболу среди юношей. Ленинский округ представляла команда Металлург-2. Пройдя все этапы без поражений и став чемпионами в финале, видновские спортсмены доказали, что и на молодежном уровне они лучшие. С игроками встретилась Юлия Погосян, которая расскажет, как ребята пришли к победе. Не успев отдохнуть от поездки в Краснодарский край, юные звездочки команды Металлург-2 снова на поле. Тренеры Александр Соснецкий и Геннадий Митц расслабляться молодежи не дают. Говорят, а иначе результата не добиться. И сегодняшнее звание чемпиона в первенство России в следующем году домой могут увезти другие. Первенство России по мотоболу среди юношей до 18 лет. проходило в станице Кущевской Краснодарского края. С 4 по 10 июля в нем состязалось 8 команд со всей страны. С каждым годом участников становится больше, а сами спортсмены сильнее. Первенство России Металлург-2 выигрывал, по-моему, или седьмой, или восьмой раз тоже. То есть эти соревнования существуют давно. Лет, наверное, 15-20 эти соревнования существуют. И что приятно, что с каждым годом больше и больше команд становятся юношеских. Раз есть юношеская команда, значит есть будущее. В этом году последний раз за Металлург-2 выступал перспективный мотоболист Тимофей Гусарев. Его вклад и помог команде выйти в лидеры первенства. Мы всю игру строили на том, что у нас был явный лидер. И все. Надо было ему просто хорошо помочь и сохранить команду к финальной стадии чемпионата. В финале вообще 4-0. То есть там выполнили все. Кто должен был забить, тот забил. Кто в обороне отыграть, отыграли на ноль. Но и вратарь не пропустил. То есть это идеальный сценарий, можно сказать, для командной игры. Теперь Тимофей игрок основного состава легендарного Металлурга. А капитанство в молодежке он передал подающему надежды тезке Тимофею Рукавишникову. У них есть Александр Алексеевич Сосницкий, тренер, и Геннадий Николаевич. Это заслуженные мастера спорта. Я думаю, что они поднаберутся опыта и на следующий год покажут, на что способен Металлург. Я буду тренироваться, буду смотреть на старших, на того же Ивана Крештопу, на левую ногу. Буду брать большой опыт. Золотое правило Металлурга – растить смену поколений. И в составе молодежки еще немало перспективных игроков. Это спортсмены доказали на первенстве. Признаются, победа далась нелегко, но результат говорит за себя. Со счетом 4-0 видновчане обыграли хозяев поля команду «Слава» из Станицы Кущевской. Хотелось очень сильно выиграть. Выехали с хорошим настроем. Но, несмотря на счет, было очень тяжело с ними играть. В сентябре команду ожидает еще один выезд. Теперь на мотобольный турнир среди юношей, посвященный памяти жертв терроризма города Беслана, который пройдет в Усть-Лабинске Краснодарского края. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видно этого. «Солнечное письмо. Забытая технология печати». Выставка под таким названием открылась в музее-заповеднике Горки-Ленинске. Экспозиция впервые знакомит посетителей музея с малоизвестными широкой публике гелиогравюрами, на которых изображены известные картины из собрания Третьяковской галереи. Боярани Морозову, Василия Сурикова. Грачи прилетели Алексея Саврасова, Иван Грозный и его сын Иван Ильи Репина. Даже те, кто ни разу не был в Третьяковской галереи, прекрасно знают эти картины. Но в начале 20 века они были малоизвестны широкой публике. Данная выставка вообще впервые знакомит наших посетителей с наследием крупнейшего российского издателя Кнебеля Иосифа Николаевича, который был первым, кто занимался научной популяризацией собрания частной галереи Третьяковых. Действительно, русский издатель и книготорговец Иосиф Кнебель решил познакомить жителей Российской империи с творчеством русских художников, организовав выпуск небольшой брошюры. Сопроводительные тексты писал художник и коллекционер живописи Илья Остраухов. С 1901 года, с октября, выходило по одному выпуску печатного издания, к которому прилагалось по две гелиогравюры. То есть всего за 36 месяцев человек подписывался, и за 36 месяцев он получал 36 выпусков. И в общей сложности у него получалось 72 гелиогравюры. Гелиогравюра – один из способов печати, при котором печатная форма изготавливается с применением сложных фотографических и химических процессов. Их отличало высокое качество исполнения. Впоследствии все они вошли в большеформатное издание, которое было напечатано в одной из европейских типографий. Это тот самый альбом. Вы можете обратить внимание, как он декорирован, это кожа, рисунок Вознецова. Подарочное издание. Мы действительно полагаем, что именно через Саву Тимофеевича Морозова, членом Московского общества любителей художеств, оно попало в собрание Зинаиды Григорьевны. Дело в том, что действительно члены Московского общества любителей художеств принимали активное участие в отборе картин. Какие именно будут картины скопированы, как это все будет происходить. 120 лет альбом хранился в нижнем закрытом ярусе библиотеки усадьбы Горки, пережив весь советский период. Никогда ранее он не экспонировался. Выставка будет работать до 2 октября в Южном флигере. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Что такое витамины и какими они бывают? Как часто нужно мыть руки? Можно ли укрепить иммунитет и как это сделать? Об этом и многом другом ребята из городских летних лагерей узнали на интерактивном занятии «Быть здоровым здорово» в Историко-культурном центре. Летние каникулы – это не только отдых, прогулки и поездки на природу. А еще возможность также узнать что-то новое и провести время с пользой. Историко-культурный центр не первый год составляет интерактивную образовательную программу для детских городских лагерей на все лето. Каждое такое занятие – это интересный рассказ, обсуждение, просмотр обучающих роликов и игры. Словом, все проходит интерактивно, интересно и познавательно. На этот раз сотрудники Историко-культурного центра подготовили для ребят из палисадика при школе номер один и оздоровительного лагеря «Лесная сказка» интерактивное занятие под названием «Быть здоровым здорово». Очень хочется, чтобы наше подрастающее поколение было здоровым. А что такое здоровье? Вот ребятки и поняли, что это и питание, и гигиена, которую они многие не соблюдают. Ну а теперь, я думаю, в головах у них осталось что-то. В ходе занятий ребята узнали, что же нужно для того, чтобы быть здоровыми. Мне очень сильно понравилось, и я узнала что-то новое. Что? Ну, например, рыба – это витамин D. Я знала то, что надо всегда следить за своим здоровьем, всегда есть полезные фрукты, овощи, делать всегда зарядку. Мыть руки, потому что до еды, когда ты еще не начал есть, у тебя руки грязные, на них микробы, и надо их мыть с мылом. Заниматься спортом, правильно питаться, соблюдать гигиену. Если ты будешь закаляться, то тогда не будешь болеть, и микробы тебя будут бояться. Ребята из школьного оздоровительного лагеря «Лесная сказка» в историко-культурном центре далеко не в первый раз. Ранее они уже были на уроке по пожарной безопасности, а также слушали лекцию о правилах поведения в лесу и около водоемов. Очень полезно, даже, я считаю, необходимы в дни особенно школьных каникул, когда дети освобождены от дисциплин учебных, и им эта информация больше заходит. Это все приводит к повышению иммунитета, для того, чтобы дети уже были подготовлены лучше к школе, не болели, усваивали лучше школьную программу. Такие интерактивные занятия для летних городских лагерей проходят в историко-культурном центре ежедневно. Завтра маленькие видновчане узнают о животных и растениях, занесенных в Красную книгу под Носковье. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД России по Московской области совместно с коллегами из Ленинского городского округа задержали 26-летнего уроженца Ульяновской области ранее судимого и 32-летнюю жительницу города Сызрани, подозреваемых в грабеже пенсионеров. Злоумышленники под видом социальных работников проникли в квартиру пожилых супругов и под предлогом замены купюр старого образца на новые попросили принести денежные средства, чтобы переписать их номера. После того, как пенсионеры достали свои накопления, преступники выхватили у них деньги и скрылись. Сумма ущерба составила более 1 миллиона 700 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на одной из московских заправок. В ходе проведения досмотра обнаружено и изъято три мобильных телефона, а также денежные средства различного номинала в размере 188 тысяч рублей. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Видном состоялся первый летний молодежный фестиваль «Артбаз». Его участниками стали представители самых разных направлений творчества и бизнеса. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Подробности расскажет Татьяна Брылова. Когда лучше всего чему-то учиться, осваивать новое дело, воплощать мечты в жизнь? Конечно же, когда ты молодой. Правда, необходимо еще понимать, а что тебя привлекает, к чему тянет. Денис Клюка руководит агентством недвижимости. Средний возраст сотрудников его компании – 30 лет. Привлечь больше молодежи к общественности, привлечь молодежи к тому, чем мы занимаемся. Показать молодежи, что они могут прийти к нам в компанию, работать у нас в компании. Для гостей фестиваля приготовили множество активностей, чтобы каждый мог попробовать себя в той или иной сфере деятельности, которая ему близка. Особый интерес представляли творческие площадки. Анастасия Кондратенкова занимается необычным рукоделием. Рисунки на собственноручно изготовленные изделия она наносит при помощи штамповки. Вот, например, из свежего, да, это был вырезан штамп гортензии и нанесен, можно сделать любой цвет, фактуру, можно разноцветно, можно красное, белое, все что угодно. На фестиваль приходили семьями. Для детей были организованы игровые и творческие площадки. Зайцы бывают велики, русаки. У меня же получился вот такой совершенно необыкновенный заяц. Такие же удивительные игрушки получаются и у ребят, которые со мной находятся за одним столом. Бывают, да, очень интересные и красивые прям картины, видимо, ну, дети, возможно, занимаются где-то, да, рисованием. И такие очень красивые рисовали. И закат, и какие-то фигуры обрисовывали. Ну, главное, чтобы это было творчество, весело, интересно нашим деткам. Официальными гостями фестиваля стали советник главы Ленинского городского округа Моисей Шимаилов и заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Наиля Нугаева. Они пожелали организаторам фестиваля плодотворной работы и будущего их детищу. Новое начинание, конечно, нуждается в поддержке и некой помощи. Ну, а главное, не хочу забегать вперед, потому что очень много видел, очень много пробовал сделать. И могу одно сказать. Не факт, что каждое новое начинание может долго жить. Но вашему фестивалю я желаю долгой жизни. Очень сейчас трудно вытянуть молодежь из интернета, из-за компьютеров. И идея у вас очень интересная. Мы пожелаем вам огромных успехов. Вместе будем работать над этим. Видное стало вторым городом, где прошел фестиваль «Артбаз». Организатор Екатерина Харитонова отметила, что они поставили перед собой непростую задачу, но готовы справиться с ней. Глобальная цель – вывести молодежь наконец-то в офлайн, потому что люди настолько устали от пандемии, они настолько зависли в телефонах, и мы решили их всех вывести. Мы знаем, что всех интересует, соответственно, мы создали для них атмосферу праздника, атмосферу интересных зон, тематики. А к вечеру артистическую площадку уступили кавер-группам, которые и завершили первый летний молодежный фестиваль. Татьяна Брылова, Александр Логинов и Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok